К летнему сезону готовые на пляже Лонжерон провели учения для водолазов-спасателей. Всего по побережью будут функционировать 23 муниципальных поста, а нести службу 92 спасателя. Курортный сезон для гарантов безопасности на воде начался еще с 1 мая. Для подтверждения готовности спасатели провели показательную демонстрацию спасения человека, который не усидел на скутере. Также показали все снаряжение и оборудование, которым пользуются во время проведения спасательных операций. Мы отрабатывали элементарные приемы, когда человек падает со скутера. Как правило, это идет на большой скорости. Человек, падая, может даже разорвать жилет. И, как правило, человек самостоятельно, если была скорость очень большая, то человек самостоятельно уже залезть на скутер не может. Эта техника подходит туда в течение минуты. В течение минуты оказывает помощь, то есть наши спасатели обучены со скутера поднимать на борт человека, либо на вот эти подножки, если он плохо себя чувствует, и буксировать его к берегу. Тихо, аккуратно. По словам директора департамента муниципальной безопасности, все спасательные посты вдоль побережья укомплектованы нужным оборудованием. Круги, буи, рации, бинокли, аптечка, форма и другое. Все снаряжение распределено по трем станциям спасательно-водолазной службы в Суворовском, Приморском и Киевском районах. На сегодня приобретены, они приобретались в прошлом году, уже использовались вот три салатовых новых скутера, обновлена форма спасателей, докуплено спасательное оборудование, буи, носилки, вот то, что вы показывали, это то, что докупается по сути ежегодно. Начальник спасательно-водолазной службы не на камеры рассказывает, что 92 человека на 30 километров побережья, конечно, маловато. Но на помощь приходят спасатели арендованных пляжей, прокачки катамаранов, каяков и других транспортно-развлекательных средств. Закон обязывает оператора водных развлечений иметь в своем штате работника сертификатом спасателя. Мова про комунальних – 92 рятувальники. Вони пройшли відповідне навчання, відповідно плану, вони уже несуть службу, вони готові до дії за призначенням. Але ми реагуємо по всему побережью Одесси. Тому що, крім комунальних, ще є рятувальники, яких утримують орендарі. Це відповідно закону, який регламентує службу, 301-й наказ Министерства внутрішньої справи. Обязательные сертификаты спасателей арендованных пляжей получают в муниципальне спасательно-водолазной службе. Здесь їх обучают основным правилам спасення утопающего и как предоставить первую медицинскую помощь. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Для того, чтобы удостовериться в надежности спасателей с арендованных пляжей, регулярно будут проходить специальные проверки. А чтобы не допустить кадрового дефицита и как-то заинтересовать потенциальных соискателей на рабочее место, оклад спасателя подняли до 12 тысяч гривен в месяц. В мэрии считают это достаточным вознаграждением за риск. Отмечу, что эта сумма соответствует двум-трем ночам в отелях, расположенных неподалеку. Благодаря тому, что удалось бюджету найти возможность, начиная с прошлого года, поднять заработную плату тем спасателям, которые непосредственно стоят на вышке и идут в воду спасать людей. На сегодня у нас нет кадрового дефицита. На сегодня зарплата составляет порядка 12 тысяч. Она вроде как и не маленькая по сегодняшним меркам, но для человека, от которого мы хотим физподготовки, сертификата, готовности рисковать жизнью, все-таки мне бы хотелось немножко выше заработной платы. Кроме того, на базе спасательно-водолазной службы функционирует школа безопасности для детей. Сертифицированные спасатели учат подрастающие поколения правилам поведения на воде, а также как помочь спасателям в случае, если они обнаружили тонущего человека. Спасатель увидел, что человек тонет. Он одевает комплект номер один, ласты, и одевает гидрокостюм, если холодная вода, гидрокостюм, если нет, если вода теплая, без гидрокостюма, и берет буй-малибу, одевает его на себя, вот видите, у него здесь петля есть, одевает его на себя, буй-малибу, эту петлю, и плывет к утопающему. Впрочем, лучше всего изначально не допустить ситуацию, когда понадобится помощь спасателей. Для этого специалисты напоминают два главных правила – контролировать детей на воде и не распивать алкоголь на пляже. При этом запрета на продажу алкоголя на морском берегу почему-то нет. Такие вот двойные стандарты.